Всем огромный привет! Сегодня видео будет посвящено моим покупкам в магазине FixPrice за октябрь. Очень классные покупки, очень я довольна этим заходом и давайте посмотрим. В первую очередь, чем же я так осталась довольна, так это покупками, косметическими покупками. Это косметика Green Mama. Я видела, девочки показывали, что она там есть, но у нас, к сожалению, в FixPrice мало представлены косметики данной марки. Но кое-что я нашла и купила, конечно же, так как стоили они по 55 рублей, а это очень-очень выгодно и очень дешево на самом деле. Первое, что взяла, это тоник. Тоника у меня осталась в полном восторге. Тоник для жирной кожи, брусника и чистотел идет, большой объем 300 мл, можно просто перемазаться им. Мне нравится, что он практически без задушки. Душка такая очень легкая, ненавязчивая, травяная какая-то и обалденный тем, что для жирной кожи он 100% подходит. Это тот тоник, который я люблю, который не оставляет после себя пленки, ощущение какого-то неприятного на лице, что кожа не дышит. Нет, он высыхает, он матирует кожу. И просто одно удовольствие мне им пользоваться, очень-очень он мне понравился. Я смотрела на официальном сайте, такой тоник стоил 183 рубля, а этот за 55. Ну и еще второй продукт, это регенератор лосьон для сухих и тонких волос. Идет он с гречихой и малиной, и здесь у нас 250 мл. В общем-то, то, что он для сухих и тонких волос, меня не смутило. У меня, в общем-то, волосы тонкие, но не сухие. Но все равно меня это не смутило, и я его решила взять после того, как прочла, что он еще является как средство термозащита. Его можно использовать в течение дня, как на мокрые волосы, как уже на высушенные. Просто далее увлажнить свои волосы, они будут более программежевыми. Здесь содержатся витаминки, очень хорошие составы, кстати, у этой косметики много очень полезных компонентов содержится. Должен придавать волосам послушности блеск, моделировать прическу, защищать от пересушивания при использовании горячих электроприборов при укладке. Вот этот момент мне прям очень понравился и был таким окончательным, что я взяла этот спрей себе. Значит, этот спрей на официальном сайте стоит 283 рубля. Если я ничего не путаю, где-то так, или 238 рублей. Вот какая-то такая сумма у меня в голове держится. Здесь классный распылитель. Распыляет все очень хорошо. Но я не знаю, на камере будет видно или нет. Распыляет таким облачком. Практически никакого аромата здесь нет. Тоже очень-очень легкий. Можно над травяной наблюдать, но практически я его не ощущаю. Не утяжеляет волосы никак. Помогает немного в расчесывании, но в общем-то я этим особо не страдаю после бальзама. Использую я его, конечно же, перед тем, как вытягивать свои волосы, выпрямлять их, формировать в прическу. И очень мне нравится, что для моих жирных волос хорошо подходит. Никак не утяжеляет, не жирнит волосы. Просто замечательный спрей. Этими двумя покупками я осталась в полном восторге. Фикс Прайс также взяла две пасты. Одна для дочи. Это сплат, тоже по 55 рублей. Здесь у нас киви и клубника для детей всех возрастов. Новая, потому что еще не было у нас такой. И Лисюшке она понравилась. Она сказала, что вкусная. Эти пасты неплохо очищают зубки. Мне нравятся. И нравятся вот эти колпачки для детей. Это очень удобно. Также я не удержалась. Я попробовала пасту Президент. Правда, такой небольшой объем. 40 грамм. Всего лишь 40 грамм продукта. Я тоже сомневалась, надо мне, не надо. Но любопытство, что про эти пасты на YouTube много кто рассказывал. И любопытство взяло вверх. И я все-таки взяла. Небольшая, по 99 рублей, абсолютно не выгодна, на мой взгляд. Хотя я не знаю, сколько эта паста стоит в других магазинах. Я ее ни разу нигде у нас не встречала. Значит, что она должна давать? Поддерживать микрофлору, тонизировать десны, защищать от кариеса, освежать дыхание. Она освежает дыхание, она не ядреная, просто такая легкая, мятная. Нормально очищает зубы. Я не скажу, что прям очень-очень до скрипа. Нормально. И она не сильно пенится. Вот что я при ней заметила. Она вот обычного белого цвета. Ну, такая приятная, мятная паста. В общем-то, ничего особенного. Поэтому, кто хотел, кто соблазнялся и не соблазнился, то, я думаю, все-таки не стоит. Всегда я там покупаю пакеты для мусора с завязками. Здесь 35 литров, 15 штук. Могу посоветовать. Они плотные и ничего не порвется. Также взяла в этот раз батарейки. Батарейки алкалиновые. Здесь у нас было 4 штучки. И здесь тоже 4 штучки. Одни такие, наверное, пальчиковые, да. А другие такие побольше, пошире. Вот, которые 3 отсюда брала, все работают. И вообще, сколько я их покупала, батарейки в Экспрессе. Они все у меня работали. Просто я слышала в отзывах, что у кого-то у девочек не работают они. Все отлично работают. Недорогие батарейки. Мне их нравятся. Появились у нас, наконец-то, вот такие коробки. Набор коробок по 99 рублей. Здесь идут 2 штучки. Давайте сейчас там раскроем их. Итак, одна коробка большая. Вот такая вот большая коробка. Здесь отдельно донышко вставляется. Такое картонное. Все хорошо держится. Форму хорошо держит. И довольно-таки вместительное. Можно много что сюда положить. И вторая коробка вот такая. Уже поменьше и более вытянутая. Тоже все очень удобно. Тоже вставляется отдельно здесь поддон вот этот картонный. И также держит форму отлично. Осталась очень довольна. Также у девочек приглядела этажерку. И я вот сейчас ее буквально так быстренько, хлипенько, кривовасто собрала. Этажерка выглядит вот так. Если будет видно, 99 рублей. Она 23 на 14 на 20 сантиметров. Небольшая. Но я планирую поставить в ванну и сюда уже составить свои бутыльки в ванной. Да, крем, которыми я пользуюсь. Либо лосьон. Ну вот такая вот она у меня сейчас в кривом состоянии. Потому что нужно применить силы, чтобы вдвинуть ее в эти пазики. Ну вот такое примерно представление вы имеете, да, что это такое. Мне она очень понравилась. И также на тему вот таких этажерок, подставок, еще хочу вам показать вот такую подставочку. Ее мне отдала мама, но она ее покупала в фикс прайс. У меня уже одна такая есть. И я ей очень довольна. Ей можно разграничивать место в шкафу на кухне и наверх что-то ставить. Наверху у меня, получается, стоит сахар, соль, кофе, баночки. А внизу уже упаковки с чая. И это меньше тратится пространство, все аккуратно стоит. Поэтому приглядитесь. Из такой нашей женской, но очень выгодной покупки хочу показать вот такие прокладки. Я уже неоднократно там беру их, но как-то вот не показываю видео. Стоят они 77 рублей. Это от Белла. Здесь 60 штук. И на самом деле, почему выгодно? В других магазинах, в которых они мне не встречались, они стоят за 100 рублей. А здесь 77. Поэтому думайте сами. А следующую покупку я высматривала неоднократно у нас в фикс прайсах. Но тоже мне не попадалось. Это вот такой вот, как тебе правильно, корзина. Корзина по 99 рублей. Корзина у нас 38 на 31 на 16 сантиметров. Довольно-таки вместительная. С ручкой я ее взяла в ванну, чтобы складывать туда грязную одежду. И на самом деле, это очень удобно. И она довольно-таки вместительная. И последнее, что я вам сегодня покажу. Последние мои покупки, но не менее радостной для меня, была посуда. Решила я себе взять вот такую кружечку. Давно ее хотела. Девчонки показывали. Такая ретро-кружка. У нас как-то их в фикс прайсе не было. Но вот тут появились. И были розовые, желтые. Желтых было на валом, а розовая одна. И я ее забрала. Очень красиво. Очень она мне нравится. Удобно держать ее. Объем хороший. И с удовольствием буду ей пользоваться. Также из посуды я решила себе обновить тарелки. Такие для второго блюда. По 99 рублей. Это фирма Luminard. Если я правильно прочитала. 22 сантиметра она идет по диаметру. Я люблю такие более классические варианты. Тарелок без всяких там цветочков. А вот просто такой вот узор. Ненавязчивый. И мне очень понравился. Взяла я три штучки такие. На этом я буду с вами прощаться. Такие покупки у меня были в октябре. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. И пишите в комментариях, что вы брали из того, что я вам показала. Что вам понравилось, что нет. Мне будет интересно послушать ваше мнение. Или может быть что-то еще интересненькое мне посоветуете. Всем до скорой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok